Съемочная группа посетила это отделение почты в 10 часов утра. Организация работала с восьми. К этому моменту общая группа граждан менялась. Кто-то не выдерживал ожидания и уходил. Новые лица становились в очередь. Бардак, мягко говоря, но грубее нельзя. Народ постоянно. Летом чуть поменьше, зимой тут будет вообще не продохнуть. Ну вот стою на иголках. В 11 я должна быть в школе ребенка с третьей, с первого класса. Вот сижу уже 35 минут, прошли 4 человека. Арифметика проста. Придя в очередь, в которой уже стоят 30 человек, люди проводят в отделении как минимум по 2-3 часа. Работники почты общаются с гражданами только через одно окно. Второй компьютер стоит не у дел. Еще летом через него принимались коммунальные платежи. Теперь по любым вопросам люди стоят в одну очередь. А кто мне сядет за этот компьютер? Вы, например. У меня тоже работают. Я почту обрабатываю, которая пришла. Ну а почему нельзя организовать, чтобы еще один компьютер работал? Потому что некого посадить сюда. Вот сейчас стажеры отучатся и сядут, будут работать. Когда это произойдет? Через неделю один стажер уже выходит работать. Я здесь работаю с 15 сентября. Здесь так всегда. Еще одной причиной этого коллапса является то, что граждане не могут оплатить коммунальные платежи в другом отделении, на площади Попова. Вот сегодня зашла, там сидит заведующая и ее зам и все. И больше никого нет. Ничего не принимают. Там вообще не работают. Кварплату никогда не принимают. Казалось бы, за квартиру можно заплатить и через интернет в отделении банка. Но пожилые люди привыкли платить на почте. Тем более им здесь возвращают сдачу. Однако эти услуги на почте можно реализовать только до 12 часов дня. Потому что после двух часов люди не могут получить посылки, если будут коммуналку принимать. Все отделение почты уже не первый месяц работает с 8 до 16.00. С перерывом на обед с часу до двух. Как быть тем, кто работает до 6 вечера, неизвестно. Люди, пришедшие сюда в понедельник, разворачиваются и уходят до вторника. Потом также в надежде приходят сюда в среду. С каждым днем очередь только накапливается. Люди уже знакомы друг с другом. В субботу пришла. Здесь квартплату не принимали. Думаю, приду в понедельник и никого. И вот еще сижу. В субботу сидела полтора часа. И сейчас, наверное, два часа буду сидеть. Если бы отделение работало до 8 вечера, как это положено, тогда многодневная очередь имела бы шанс сократиться. У людей есть свое мнение, отчего здесь все так запуталось. Почему на почте работать некому? Меняются без конца, девчонки здесь без конца. Надо решить тогда проблему, почему они без конца здесь уходят. Значит, зарплату прибавить им. Может заинтересовать людей, может и зарплату поднять. За 5 рублей никто не будет работать. По словам единственного работающего оператора на почте, к сегодняшнему дню она уже уволилась из этого отделения. На вопрос, почему так долго через нее проходят клиенты, она лишь ответила, что выполняет свою работу. Ну как долго? Ну если подходит с несколькими книжками, от меня же не может человек отойти так, как если бы он был сложной. Оператор почти плачет, люди в негодовании добро пожаловать в Почту России. Люди надеются, что ситуация рано или поздно изменится, а пока от безысходности продолжают находиться в очередях, прося хотя бы о том, чтобы в отделении прибавилось стульев для того, чтобы просидеть здесь три часа. Продолжение следует...